Уже несколько дней жители обороняют этот котлован от рабочих. Он для них не иначе последний бастион. Внизу новые трубы теплотрассы, которые поменяли совсем недавно. Сейчас их залила вода, которой здесь быть не должно. У подрядчиков горят сроки, их работа выполнена и котлован нужно зарывать. Однако жители категорически против, технику и близко не подпускают. То есть то, что они новые сейчас заменили, они же будут гнить, они сейчас закроют, а вода-то будет так поступать в эти трубы. Что толку-то? Они сейчас нам опять закроют, эта проблема не решена. Проблемы на Черемшанской 147 начались еще в мае, когда здесь стали менять теплосети. Все они оказались в воде и работу пришлось остановить на два месяца. Вызывали водоканал, водоканал списывал на грунтовые воды. Но в итоге, когда уже раскопали дальше трассу, нашли утечку. Водоканал согласился, что это их спустя два месяца и устранили. В итоге мы за месяц-полтора смонтировали трассу. Но вот сейчас, подходя к дому, опять появилась холодная вода, которая откуда-то поступает и по лоткам течет в подвал жилого дома. После осмотра подвала мастер дал неутешительное заключение. При входе этого водопровода из фундамента идет вода, прям струйкой течет. Это значит где-то, наверное, порыв на водопроводе. У вас такое уже было? Ну, бывало, да, здесь вызывали уже в том году. Заглянуть решили и в колодец, что рядом с трубами. Из него регулярно приходится откачивать воду. И сейчас в протечке жители винят именно его. Колодец полной воды. Полной воды. Они приезжают и откачивают. И все. Там либо течет труба, либо там задвижка вышла из строя. Надо ее откачать, надо посмотреть, надо заменить. Либо задвижку, либо трубу поменять, либо заварить ее. Ничего не делается. Ничего. Откачали. Откачали, уехали. Это все приезжали с мая месяца. С разъяснениями мы обратились в Самарские коммунальные системы, кому и принадлежит колодец и водопровод. Там утверждают, что о проблеме жителей узнали только из нашего запроса. Напрямую к ним никто не обращался. Хотя и припоминают, что аварии в этом районе не редкость. Труба водоснабжения, она действительно в очень плохом состоянии, с высокой степенью износа. И периодически возникают проблемы, трещины, утечки. Мы запланировали на будущий год все-таки найти возможность поменять ее, этот участок трубы переложить. На Черемшанскую специалисты СКС выехали на следующий день после того, как там побывала наша съемочная группа. Причиной протечки действительно оказался тот колодец, на который сразу указали жители. За его ремонт возьмутся уже в ближайшие дни. Мы, в свою очередь, тоже продолжим следить за судьбой дома. Валерия Макарова, Дмитрий Мешканцов. События. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова